друзья всем привет тороплюсь солнце уже заходит знаю будете меня ругать я на весенней охоте заряженным ружьем иду но наши медведи не дают времени достать ружье из чехла если что поэтому я сразу же зарядил пулевые патроны и двигаюсь сейчас моему месту где у нас будет проходить моя любимая охота на вальч напов обожаю это такая романтика весной птичек слушать классно весь процесс постараюсь показать сейчас сделаем проверку на медведей миша рука пока выходе фиш ты тут миша миш давай 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 выходи миш есть ты тут выходи сразу же а то ночью будешь подходить как обычно давай сразу выходи миш миш ну-ка хорошо да я подражаю медведи то вроде медведей нет выдвигаемся к месту уже солнце садится первые вальчины помогут полететь в разгар такой разгар такого стыкового состояния даже когда солнце еще светит друзья пока есть немножко времени я хочу собрать немножко соку березового который очень полезен для пищеварения для почек очень мочегонен и покажу сейчас такой самый гуманный способ сбора сока нам понадобится гвоздик молоток либо топорик трубочка вот такая то есть мы берем делаем такое от отверстие немножко забиваем прокручиваем забиваем прокручивая в конце видео покажу как сделать потом сок не тек когда мы уберем тару вот если мы сразу забьем его потом тяжело было очень вытаскивать поэтому чуть забиваем прокручиваем вот у нас сок потек мы вставляем сюда трубочку наша на плотника плотника так заходит об и сразу же потекла вот вода потекла видите вот капля остановилась все она больше не капает то есть ничего лишнего не пропадает теперь мы берем просто-напросто бутылку любую мне много не надо я чисто так вот вот сок потек пока пол много не надо вставляем вот сюда бутылочку вот так вот и приматываем дерево скотчем конечно же это все потом уберется все это я заберу с собой и подхожу вечером как я сделал видите ничего мимо не течет ничего все идет только в тару а и и и и Воды много. Так, ну вот я прибыл на мое место, на мою точку. Так-то можно на сухом было встать, но тут, блин, высокие деревья, он высоко идет. А с этой стороны мелкий лес. И вот он всегда тянет. И вот здесь у него пересекаются несколько маршрутов. Вот с этой стороны стой. Здесь как бы он далеко не убегает, когда падает. Это тоже плюс. Вот. И место очень перспективное, потому что влага, вот все-таки болотная дичь, хоть и боровая. Вот, но все равно он любит вот такие вот места, где болото, мякоть такая, грязь. Он же клювом там червячков всяких собирает. Вот, поэтому вот сейчас мы здесь выберем место. Здесь часто и вальшина проходит. Воды много как. Поднялась вода. Вот у меня тут кочка есть такая. Не надо стоять в воде. Вот. Вот она уже оттоптанная мной. Вот. И я как бы повыше нахожусь этого всего участка. Осматриваю лучше в разные стороны. И вот он здесь летит всегда вот на этой вот перешейке. Там высокие деревья. Он тоже летает, но как-то пореже видно. А вот здесь поляна. И он туда на поляну всегда вот как-то стремится. Поэтому вот здесь вот будем находиться. И я думаю, сегодня будет хорошая тяга. Тепло. Солнышко садится. Вот. Нормально. Так. Перезаряжаем. Убираю пулевые патроны. Стою в семерочку. Все. Семерка заряжена. В стволах цилиндр сужения. Охота одна из моих самых любимых. Потому что она очень простая, романтичная такая. Необходимо просто стоять в лесу, слушать пение птиц и постараться услышать вот это заветное цыканье и хорканье, которые задает самец Вальшнапа во время своего брачного такового полета, который ищет самку. И сегодня я постараюсь использовать манок для того, чтобы его приманить, который будет рядом пролетать. Это манок, имитирующий как раз вот это цвиканье Вальшнапа. Вот. Из обычной грушки такой сделал. Поставил пищалку. Очень похоже получается. Очень резко надо нажимать и резко отпускать. И причем не просто вот держать вот в таком вот положении, а необходимо вот так вот зажимать, чтобы пищалка стояла немножко вот в таком вот закрытом состоянии. Тогда звук прям получается прям практически идеальный. Вот. Вообще классно. Ну попробуем. Первый раз его применяю на охоте. Сегодня вы увидите, будет ли результат. Сегодня мы готовить, конечно, не успеваем ничего. Уже садится солнце, сейчас Вальшнапа полетят. Я вам хочу показать, как я готовлю таежный напиток. Это такой получай, полукомпот. Я вот в термос налил кипятка, где-то половину, мне этого хватит для охоты. Вот. И положил туда маленькую ложечку меда. Еще летом я приготовился и насушил различных листочков, цветочков, собранных на природе, которые полезны и дают очень вкусный аромат. Можно добавлять, конечно, чай, но я предпочитаю просто в кипяток добавлять. Вот, допустим, можно взять, я сразу буду складывать вот сюда, можно взять молодой зверобой. Вот говорят, зверобой от 99 болезней. То есть он полезный, пахнет как летом, весной. Вот. Шиповника набрал, ягодки. Они очень хорошо хранятся, несколько лет могут храниться. То же самое можно сказать и про боярышник. Тоже несколько ягодок мы кидаем сюда. Листья черники вкусные, дают такую небольшую кислинку. Очень такой интересный аромат приобретает. Я обычно все подряд ложу. Собираю я землянику, клубнику. Я беру, делаю такие букетики с ягодками, с листочками, чтобы потом именно запаривать вот для такого вот напитка. Поэтому вот мы возьмем, положим вот немножко земляничных листочков. Можно вот от черной смородины листочек положить. Душица у меня здесь есть. То есть можно варьировать, кому как нравится, но получается очень вкусно. Сами ягодки, земляники лесной можно положить. И это мы все добавляем просто-напросто в наш кипяток. Вообще по желанию можно добавлять туда чай, кто какой любит. Кто любит зеленый, кто любит черный чай. Вот мне мама однажды посоветовала. Райские птицы называется. Это по-моему зеленый чай. Но очень вкусный, очень вкусный аромат. Поэтому вот советую. В том числе и здесь у меня тоже немножко есть этого чая. И все. Друзья, у меня получился чудесный напиток, насыщенный природой, здоровьем. И хочется вам пожелать крепкого здоровья. Здоровья вашим семьям, женам, детям, родным и близким. Чтобы у вас все было хорошо. Давайте за вас. Ай, класс. Я делал манки самостоятельно, используя грушу и манок на рябчика. Не получилось подманить. А вот подбрасывание шапки иногда дает положительный результат. Потому что это имитирует вспорхнувшую самку с земли. Ну или самца. И такующий самец, вальшнопа, пытается сесть на эту полянку. У меня даже получилось это в позапрошлом году. Кадры сейчас вы видите, как я его посадил. Сел, сел. Вот он сел, красавец. Все. Вот мы и подтвердили. Все, пошел, пошел. Влетел. Блин, летают и летают, вальшно тут. Еще один идет. Ага, это полетел. Все, это полетел. Скидывать ружье надо. Заодно помять траву, чтобы ничего не хрустело. Вот ветка задевает. Чуть-чуть убрать ее. Во. Все, к мушке привыкнуть чуть-чуть. Все. К бою готов. Первый идет, первый. О, заворачивай, заворачивай. Снижается. Эх ты, блин. Летел, летел. Начал пищать, завернул. Думаю, ну все, заберет он сейчас. И что-то раз не понравилось, ушел. Эффект есть. А, сердце. Дык-дык-дык-дык-дык. Блин, опять над дорогой прошел. Что такое? Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Этот по болоту прошел далеко. Вот, заворачивает. На дерево сел. Вот, упал. Иногда прям под ногами лежит и не видно. Блин, всю тягу так пропущу. Завернул на манок. Ё-моё. Где ты, где ты? Вот он. Так, где он? Вот он. Смотрите, вообще не видно. Ё-моё. С полем. Взял. Друзья, есть. Есть. Вот он, красавчик. Трудно было добить его. Но все-таки догнал. Класс. С полем. Ох, главное, что нашли. Точно такой же пролетал, от которого я подманил. Но ветки, блин, здесь вот такая вот... Вот этот сектор очень трудно простреливан. Но я решил стрельнуть со второго выстрела. Его подранил. И потом добрал. Ну, главное, что подранков я не оставил. Что-то шумело там, в той стороне, блин. Что-то там ходит лось, что ли, на медведь. Манок, нормально, он шел-то вообще опять на дорогу. Хотя подманил, он немножко довернулся. Не сильно, но нормально. Так что Манок-то работает. Чуть-чуть, но мне кажется, есть эффект. А тот довернул. То есть он сначала шел на меня, потом отвернул. То ли, когда я игрунками запищал, это вот так вот. Вот такой вот звук, как будто игрунки играют. Может, он их испугался. Либо увидел какую-то полянку, либо увидел подвох. Услышал, вернее. Непонятно, но все равно эффект был. Завернуло хорошо его. Где-то далеко хоркает. Вон, вон идет. Молча почему-то идет. Вон, 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 пошел. Как-то не то, что молча, а тихо как-то прошел. Хотя, ну, метров сто двадцать, наверное, до него. Идет. Блин, не стал стрелять. Боковой, ну, метров, блин, тридцать пять. Ну, там болото, капец. Я замучаюсь его искать. И ориентировав, не видно, куда он упадет. Не среагировал на монок. Как шел, так и прошел. Блин, жалко. Ладно, ждем следующего. Хорошо идет. Есть. Есть. Ну, этот миномонок, конечно. Хорошо вышел. А кто знает, может, где-то, где-то, может, вдалеке слышал. О, хорошо. Вот, друзья. Второй с полем. О, класс. Вот так бы все выходили, вот, на штык. Красота. Боковые не люблю, блин. Лучше пропущу. Два добыли, это уже хорошо. Для весенней тяги. Вообще отлично. Как-то я четыре, но тогда... Четыре добывал, но тогда летали они. Валовый пролет был. Сегодня мало летали, вот двух взял, это очень хорошо. Кто-то подходит, блин. Кто-то подходит, блин. Пули, пули, пули. Пули. КОНЕЦ КОНЕЦ Какое-то животное. КОНЕЦ Непонятно, какое-то животное опять подходило туда. Вот, можно было еще постоять. Вот, наверное, лось подкрадывал. Шлеп-шлеп, остановится, шлеп-шлеп, а потом давай ломиться через кустарник. В общем, пули быстренько снарядил. Вот, ушел оттуда. Ну, и сейчас буду выдвигаться обратно. Ну, что, друзья, классная охота выдалась. Да, конечно, не валовый пролет, мало вальшнапа, но все равно удалось взять два вот таких красавца. По манку, значит, эффект есть, это однозначно. Два вальшнапа конкретно, которые завернули на меня. Некто, вот, один из них отвернул, может быть, почувствовал, что что-то неладное. Может быть, надо прекращать немножко манить при удалении меньше 50 метров. Вот, так что эффект есть. Вот второго, которого взял, он вроде шел прямо. Я тоже манил, не знаю, повлияло это или нет, слышал он или нет, но все равно вальшнапа был вот такие вот красавца весенние. Вот, так что с полем все получилось. Сок, кстати, заметьте, что сок больше не капает. То есть я забивал прям несколько сантиметров. То есть немножко сок идет и потом прекращается. Тем не менее, так чуть-чуть я оставил, сейчас выпил уже половину. Вот я вытаскиваю и специально с болота я принес такую жиденькую грязь. И мы эту дырочку вот так вот, оп, оп, оп. Все. Все, не будет не течь, заживет. И нормально, все, березки будет, все хорошо. Вот такая охота получилась. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok